Представительный, элегантный, испытанный временем мужской принт снова возглавляет рейтинг модных тенденций. И если до сих пор вашей любимой клетчатой вещью был плед, пора пересмотреть взгляды. Для достаточного количества потребителей мужской одежды достаточно просто однотонных тканей, в редком случае с эффектом меланжа, но не более того. Все остальное это уже удел на тур таких более изысканных и имеющих в гардеробе не один костюм, а там пять и больше. А вот сердца и умы большинства дизайнеров, похоже, попали в клетку. От обилия геометрического принта на модных показах у публики порой рябило в глазах. Если до сих пор клетчатая расцветка считалась подходящей для холодного сезона, то весенние пальто и куртки, тонкие рубашки и шорты с легкостью доказывают обратное. Для летней погоды, конечно, лучше выбирать светлую гамму, но главное, чтобы узор был по душе и к лицу именно вам. Часто мужчины, имеющие излишки веса, к клетке относятся очень настороженно, считая, что она их будет полнить и расширять. Это все на самом деле неправильно, то есть вопрос опять-таки силуэта и многих-многих других вещей. Клетка здесь скорее такая, иногда может наоборот, силуэт как-то так собрать, разделить его на нужные кусочки, чтобы все это не смотрелось большой массой. Клетка позволяет проявлять фантазию и при этом выглядеть презентабельно. Это универсальный принт, который отлично себя чувствует и в деловых, и в повседневных образах. Чтобы создать трендовый лук, достаточно и одной клинчатой вещи. Один представитель королевской семьи английской настолько умело подбирал свой гардероб, что мог в одном образе сочетать до четырех видов клетки. То есть это, конечно, высший пилотаж, и за такими экспериментами гнаться большинству мужчин не стоит. Но если есть желание поломать голову над шахматной доской и примирить несколько видов клетки, нужно играть на контрастности и сочетаемости цветов. На разной крупности одного и того же рисунка. И не забывать, что главный яркий акцент должен быть один. Удачи!